Ну и то, что Александр, это башкирская одежда, это, наверное, знали, это уже сказали. Вот фотки есть, это современные, значит, интерпретации. Александр на грудь звонит. Да, да, да. И вот какое отношение с аналогом у параметрического проектирования. Мы там не просто как какой-то пародию или что-то такое делаем. И отношение к параметрическому проектированию с аналогом отличается от отношения к аналогам у традиционного проектирования. Это скорее, можно сказать, как отношение, более общая теория не противоречит более узкой, а включает ее в себя, как частный случай. И поэтому получается, как, ну вот, Нитоновская теория, она была общим случаем, когда появилась Эйнштейновская, Нитоновская стала частным случаем, а Эйнштейновская стала общим. И вот, и когда, получается, ферментическая архитектура, она рассматривает более широко все то же самое, что рассматривала традиционная архитектура. И поэтому сталкиваются со многими... Он нам шары заливает. Чего ты знаешь про Нитоновскую и Северскую теорию, а? Чтобы вот так сказать. Давай лучше слушать. Давай вот, ты что знаешь, только говори, а вот... Потому что ты же можешь людей ввести в заблуждение. Нет, ну почему бы, все понятно. Ну, потому что... Нитоновская теория, она верна прямо. Я вот не боюсь, давай дальше. А относится к теории нелинейных уравнений, это просто и все. Ну, Нитоновская более широкая, чем Нитоновская. Ничего подобного. Она более конкретная. Они не знают этого вопроса. Нет, мы знаем. Какая цель была вот этого эксперимента и какие, ну, если то можно выводы сделать. Значит, какое? Три таких вот больших способа разных производств параметрических форм. Ну, и вообще не параметрических, на самом деле, а так-то и не только в архитектуре, и в дизайне, и вообще во всем. Значит, самое очевидное, это собрать объект из деталей. Вот здесь вот купол мечети собран, ну, покрыт, точнее, плитками, которые каждая уникальная форма не подгонялась вручную. Вот эта штука собрана из там нескольких тысяч уникальных стержней с уникальными узлами, которые, ну, каждый из которых в своем собственном месте. Есть панели, которые заранее были произведены, и тоже все разные. В общем, любую форму, да, ты можешь собрать из деталей. Каждая деталь будет разная, и она должна точно производиться. Значит, на таком мини-варшопе, который проводили со вторым курсом на паре информатики, сделали вот такие вот башенки. Тоже собраны были из деталей, и эти детали были автоматически разложены на листе, который спечатывали. То есть они вот так компактно раскладываются. В общем, тоже вот такой вот был маленький варшоп, где собирали из деталей такие макетики. Ладно, потом, значит, вот наши вот эти старые, прошлогодние две формы, они тоже были собраны из деталей. Это вот мы сшивали, и никогда так больше сделать не будем, потому что это очень трудоемко и не технологично. Тоже каждый вот этот вот выкрик уникальный, и они там путались, терялись, мы там, ну, в общем, это головоломка собрать. Так, то, что делали в августе на варшопе на стрелке, тоже было, ну, там, правда, уже не вручную все это, а уже на лазерном станке. Но смысл тот же. Детали, они вырезаются точно машиной, поэтому друг с другом точно соединяются. То есть от человека требуется только узнать, куда именно, какую деталь, то есть не запутаться. Ну, это на самом деле довольно сложная задача. То есть там, кажется, деталь пронумерованная, и она в другое место не подойдет, они не взаимозаменяемы. Ну, вот такие там узлы были. Узлы, кстати, тоже дурацкие, так мы тоже никогда делали, не будем. Ладно. О, у этого. У сборных конструкций, значит, плюс в том, что, ну, это самая распространенная технология производства сейчас вообще, потому что оборудование относительно простое. То есть станки с ЧПУ, там, фрезерные, лазерные, которые могут точно вырезать детали, это, они доступны, их много, и у Фея, ну, и у Фея, и у Фея, и у Фея есть, и везде они есть. Ну, минус тот же, то, что, а без станков с ЧПУ, вырезая вручную, детали получаются неточными и друг с другом не стыкуются. И много возникает, в общем, эти неточности, они, ручные неточности, они друг на друга накладываются, и погрешности складываются, и потом получаются косяки. Так, детали невзаменяемые, если одну потерять, придется ее опять назову ее или там на станке производить и везти. Деталей должно быть много, если их мало, то получается форма либо простая, либо некрасивая. То есть, если сделать кривую форму из малого количества деталей, она будет... Да, ну, или граненая, ну, просто будет примитивно смотреться. Или, значит, можно простую форму из плоскостей собирать, но она как бы, ну, она простая. Ну, и получается, чем больше деталей, тем больше сложной сборки. И вот последние два минуса, они друг другу противоречат. Если сделать мало деталей, будет просто собирать. Если сделать... Ну, но при этом будет некрасиво или просто. Если сделать много деталей, будет красиво и все такое, но будет очень сложно собирать. это два противоречия вот какой идеальный конечный результат чтобы детали одновременно было бесконечно много тогда было бы красиво и одновременно чтобы детали не было вообще тогда было бы просто как рассказал презентация будет у вас много интересных вещей ты понимаешь сейчас народ заснет и все остальное проспит у вас есть вот эти вот презентации которые вы делали вот это нам не надо это мы сами но это все относится к и пояснять каждой не на классом прочитали буду быстрее как сделать так чтобы одновременно это не было бесконечно много и не было вообще нужно делать монолитное монолитном объекте каждой детали ты по сути одна частица молекулы и одновременно деталь нет вообще это все одна деталь получается ну и разрешается этого техническое противоречие монолитные вещи они одновременно и могут быть сложные при этом гладкие там все такое их при этом проще предварить чем собирать вот это вот из тысячи кирпичиков каких-нибудь так но это значит как вот делают такие штуки вот такие ходить они собирают каркас из картонки потом вот пенопластик накладывают его обрезают шлифуют покрывает стеклопластиком его шпаклюют шлифуют красит и полирует вот такая получилась туфляж вот так делаются монолитные объекты и в этом случае видим очень много ручного труда и качество зависит от как ну от мастерства рабочих получается но есть вариант без ручного труда и вот это вот особенность то что 3d принтеры они тоже собирают не из деталей а все-таки там либо выдавливать либо напыляет либо там как-то влазим там затвердевает раствор в общем 3d принтеры собирают можно сказать из молекул то есть они делают монолитную форму но 3d принтеров которые печатают большие объекты их сейчас в мире несколько штук я это только прототипы то есть если танки с чпл доступны 3d принтере пока нет вот здесь который печатает из песка то есть прошли на пляж приехал набрал песка и напечатал бесплатно мошкой вот так это мы делали беседку и стеклоцемента по сути так же как ту туфлю за хикарит только вместо стеклопластика стеклоцемент вот так он наслаивается по словам получается стеклопластики значит стекловолокно и баксина смола оси в цементе место баксина смолы цемент поэтому дешевле деревянный такая получается но это же много ручного труда и вот она покрывалась напылением цементами такая фактура получилась то есть фактура гладкость форма на теле не очень не гладко получилась на гладкость формы создается не с помощью большого количества деталей а с помощью какой-то процесс который напыляет там или выдавливает ладно в казани интерьер такой для тебя ты там вот это пропустил еще собрали таки вот так же как я показывал по флюзаке кадетки слоев пенопласта собрали вот они вот так вот слои пенопласта горизонтально пенопласт это внутренняя полка получается беседки она нужна только для того чтобы создать форму пенопласту легко придать любую форму и он точно держит свои размеры ну вот это значит напылением цемента такое получается так же делали интерьер в казани ну наверно тоже вот сейчас перематывать да? перематывать? ладно а это интерьер чего? это комната отдыха для нескольких улицов потому в общем на одном этаже там пять что ли таких маленьких контор и для них как бы общая такая вот входная зона так вот проецировали проектором на листы пенопласта развертки потом вырезали из пенопласта луком с нейроновой струной ну вот так по-рубински но это и самое важное а ну и самое важное тогда вот ну не хроновой стороной бывают станки которые режут но они режут перпендикулярно а мы вот резали луком потому что у нас каждая деталь она ну надо не перпендикулярно край делать поэтому надо вот с двух сторон вот эти вот развяхки которые на форекс они с двух сторон разные потому что ну вот сейчас вот видите да вот видите они наклонные такие вот края вот ради этого вырезается именно вот так значит иначе можно было бы на станке но станок вот затеял в том языке ходить и резали на станке и видели там края пенопласты были перпендикулярны и потом они их стачивали то есть они у них получается с одной стороны более автоматизированным с другой стороны больше был расход материала больше на шлифовку времени шлифуется шлифуется пенопласт сащих машинку дурацкого не шлифует вот такой стекли с раскаленные страны делали как можно участок скульптуру его врезать потом ее разрезали вот так вот чтобы перенести на второй этаж ну вот тоже длинные нейронные струны так вот резали так и чтобы можно было точно собрать потом ну потом допускать покрывали покрывали стеклоцемер но это уже не мы там уже рабочий потом значит ну красили ровняли все такое вот такой получился вот я вчера там только был в казани сидел ныне и сейчас вот покажу она на самом деле довольно такая неровная на видео с маленьким разрешением она кажется гладкой целлюлитные да целлюлитные или пластилиновые короче много таких вот перебить этого было не шлифовали шлифовали вот беседку я не шлифовал я набрызгивал чтобы скрыть неровности а здесь попытались сделать гладкую шлифовали и вон не получилось вот был гладкий потому что у них там несколько месяцев правосудочная толпа мексиканцев шлифовала это ну то есть у них был больше денег чтобы на рабочих не больше времени взяли вот а здесь вот до такого состояния довели и как бы все ну ладно пойдет вот так плюс значит высокое разрешение это как сравнивать сборку из деталей с таким монолитным производством это как сравнивать растровую графику с векторной то есть в растровой графике каждый пиксель это как одна деталь сборная конструкция получается традиционные архитекторы теоретики они по сути программируют других архитекторов они там объясняют там другие читают их теории как-то применяют их значит архитектор и парометристы они программируют машину ладно по тому же можно выбирать значит котелок программирует вроде как не очень эффективно машину вроде как эффективнее программирует а вот здесь программирует реальность лучший вариант программирует реальность потому что не мощность то есть по сути создавать систему в которой форму и повернуло вообще все создается силами природы пока мы не можем запрограммировать семечко чтобы посадить из него вырос дом но более простыми и грубыми силами природы управлять можем например вот какие примеры есть значит давление какие формы можете сдавать вот это из дисков из шести с половиной тысячи дисков у нас было только тысячи дисков то есть это не стоит цена 6 раз больше было и здесь вот эта форма куполов она создавалась силы природы давление то есть они просто сначала расстелили такую ткань из дисков на пол потом ну кстати вот у них узел хуже чем у нас они дырявили диски и сплетали их проволоками то есть они сделают так что диски потом нельзя будет использовать только выкинуть но еще и сплетать проволоками это как-то ну они там цепляются наверное, шаратаются и вот сшили они вот такие надувные купола на них сверху положили ткань из дисков и купола купола стали надувать сейчас форма купола создалась силой природы давлением ну и как пневмопалка все такое все эти ну такие широко используем давно используемые вещи они тоже как бы используют самоорганизацию чтобы программируют программируют реальность ладно ну это вот простой такой пример а здесь еще такая вот развивающаяся и уже довольно популярная технология когда собирают плоскую прямоугольную сетку из грусьев на плоской поверхности на асфальте например потом ее поднимают на подпорках разных точек эта сетка она упругая каждый узел упругий и за счет упругости создается определенная форма заранее значит создает компьютерная модель вот этой штуки этой системы компьютерная модель позволяет предсказать как именно изогнется форма если поднять в определенных точках ее вот они значит поднимают потом загребляют получается такая штука то есть она состоит из-за динаминовых деталей которые просто произвести и просто собрать но при этом форма получается сложная из-за того что архитекторы здесь управляют силой природы упругостью они создают систему которая самоорганизуюсь создает нужную им форму то есть там узлы гидкие да упругие узлы вот самый большой который я нашел объект по этой технологии созданный это вот такой так цепные поверхности значит две ну просто цепочка она провисла в виде сложной формы однако дизайнер он только в двух точках каждую цепочку цеплял то есть усилие вообще небольшое а форма создается довольно сложная из-за того что здесь используется сила природы гравитация минимальной поверхности тоже упругость используется но уже стягивание то есть эта ткань она изначально простой формы но так и ткань упругой поэтому ее растягивают и она превращается в минимальную поверхность в такую сложную форму вот минимальная поверхность делали из скотча это есть такая команда молодых архитекторов которые ездят они в Москву тоже приезжали но вот это вот самое прикольное не в Москве это в общем тоже минимальная поверхность натянутая из скотча и внутри нее можно ходить мы вот делали прошлым летом из пленки такую жалкую пародию это видели наверное все не видели наверное да потому что мы это ладно не пошло в общем вот там на заброшенной стройке попытались ну скотч был дорогой мы купили обычную пленку пищевую ее вот так вот натягивали но она так-то стянулась то есть надо просто линии прямые натягивать потом их вот так притягивать а оно само организуется и превратиться в минимальную поверхность то есть это тоже программирование реальность ладно вот у нас значит три варианта и вот что до ваншопа вот этого не было то есть вот было вот только вот это вот из самоорганизации которые пробовали делать здесь в уфе было только вот это до сих пор поэтому мы видели что вроде по деталям пробовали собирать поняли какие там плюсы минусы мановитные вещи пробовали собирать делать поняли какие там плюсы-минусы на самоорганизующиеся конструкции побольше попробуй поделать и вот последний месяц это делали значит все остальные здесь а я вот в Москве был в это время так это значит посмотрели дальше 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 вот 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 это такая штука вот я ее не нашел аналогом в мире то есть форма это метаболы это как вот капли воды в невесомости они вот так вот соединяются из-за пары натяжения вот именно такой способ создания физической системы которая превращается в метаболу такой вот я не встречал это значит шары жесткие пластмассовые рассунуты внутрь резинового шарика надувного из него выпечен воздух атмосферное давление продавливает резину и получается такая форма вот то есть тоже программирование реальности ладно ну потом мы делали из этого то есть нужны шарики между собой склеили облепились теплоцементом но это вот тоже неудачно потому что остается внутри а снаружи надо шлифовать потом тоже пока получилось некачественное придумать вот это еще не доделано когда это будет мебель мебель экспериментальный будет такая получается некачественная поверхность так что надо это вот эти команды дизайнеров варенья есть в Москве вот так еще еще одна вещь значит это уже наружная палка сделать из резинового листа вот как минимальный который стягивается это вентилятор это будет не сопла как раз труб который всасывает воздух он вот увеличивается для того чтобы уменьшить переподдавление больше туда детей с вот вот получается конструкцию здесь гнутые трубы рейки и между ними натянут резиновый лист и потом изнутри его мы покрываемся цементом получается наружная опалубка ну и вот сейчас то что это уже иксан да это уже иксан здесь получается в отличие от эко грядущего то что нам всегда их делали здесь мы не делали из отдельных деталей то есть мы заранее не задавали вот эти размеры ну то есть форму не задавали не размеры а просто такую сетку сделали которая за счет того что резко могла растягиваться или диски могли сжиматься меньше чем отрезок резки ей можно было придавать форму здесь большой плюс по сравнению с тем что было на эхе грядущего то что здесь нет разных деталей здесь детали по сути одни и те же и на воркшопе мы в первый день практически все эти детали сделали собрали ленты по 20 дисков и остальные четыре дня нам оставалось только их между собой соединять и получалась такая регулярная структура и до конца тоже не были уверены что она вот именно так себя будет вести но в итоге то же самое получилось то есть ее можно в каких-то точках растягивать каких-то сжимать и придавать ей так форму вот здесь на этой модели проверяли как будут растягиваться в узлах там будет видно и вот эти стержни уже укрепляли проволокой чтобы леску не рвать то есть на модели проверяли еще как работает конструкция мы они то есть не мы они начинали прямоугольник прямоугольную сетку однако она стала в итоге минимальной поверхностью и здесь получается параметрический метод то есть именно программирование на компьютере оно было для того чтобы предсказать как именно самоорганизуется физическая система которую в итоге создали то есть вот там компьютерная модель создалась в которой вот эти лески они тоже такой же упругости и получается благодаря компьютерной модели можно было предсказать как именно точки нужно натянуть чтобы получилась та или иная поверхность на первом этапе мы выбирали материалы способ соединения и проверяли вот эту леску поняли что она когда растянется на 17 процентов ввется и вот на этой модели проверяли в каких точках будет больше растягиваться и эти точки укрепляют вот такой получился результат у нас усилие людей было только в том что сплести прямоугольная ткань все остальное сделала сила природы неделю люди с утра до вечера а потом сила природы слушай а почему полотенце вы забабахали что какую-то другую оригинальную форму нельзя было сделать вот я-то думал что вы какую-то штуку интересную заделали ну какой следующий да здесь же основная фишка взяли это полотенце вниз опустили и в трех точках развернули но мы сделали прямоугольную форму и она там самоорганизовалась а если бы мы делали конкретную определенную форму то это уже не была бы сама и мы бы возможно не за неделю мы бы собрались пару месяцев как мы делали из ткани это ну в прошлом году таким ожиданием ждал что получится да не впечатлило меня конечно результат я очень впечатлил не стоило это столько у вас да вы слышали вы слышали скажите вот эти точки крепления были определены на месте вы их искали вот модель она позволяет предсказывать но не точно на месте да да ну выводы это я вот сейчас буквально за пять минут до того как из дома вышел бросал на самом деле выводы сейчас надо было вместе конечно да ну во первых ну давай вот эти вот естественность естественность формы забавает то есть они искусственной формы не выделено не собрано не вырезан там на станке она естественно природное проще выставить еще не понятно если бы мы это делали как в прошлом году из ткани вы это сшивали мы вот наверное еще месяц еще бы месяц делали Продолжение следует...